Андрей Иванов поручил объединить все полученные за этот год жалобы на портале Добродел с обращениями в социальных сетях и сгруппировать их по категориям. Качество обслуживания, нарушение расписания и предложения жителей по дополнительным автобусным маршрутам. Проанализируем те жалобы, которые поступают по системе Добродел в наши социальные сети, во все паблики, на электронную почту, письма, которые приходят на почту мою, губернатора. Посмотрим, что у нас происходит с обновлением автопарка. Результаты такого анализа были вынесены на встречу с компаниями-перевозчиками. На круглом столе глава муниципалитета и его заместитель Михаил Пайсов рассмотрели все жалобы, связанные с обсуждением и стандартами, которые компаниями не выполняются. Основными ответчиками выступили компании-перевозчики, попавшие в красную зону. Большое количество жалоб поступает на кубинскую транспортную компанию. В настоящее время нам закуплены транспортные средства. По планам эти автобусы пойдут на 67 маршрут, чтобы сократить количество жалоб, минимизировать их. Что касается поведения водителей, на следующей неделе уже назначено собрание с водительским составом, на котором будем инструктировать их о недопустимости грубого нарушения, о приеме карты и стрелки, если такие имеются жалобы, о правильном взимании платы, о запрете курения в автобусах либо около автобуса. От водителей напрямую зависит качество услуги, которое предоставляется жителям, отмечает Иванов. Поэтому на встрече были подробно рассмотрены все предложения, вплоть до того, что транспортные компании будут учить свой персонал вежливости. По словам главы района, большая часть жалоб связана с хамством водителей и кондукторов, несоблюдением расписания, проблемами с оплатой электронной карты и стрелка. Отделом по транспорту дорожного хозяйства проводится ежедневный мониторинг. За октябрь 2018 года выявлены нарушения при осуществлении перевозок по маршрутам 73-74. Это у нас опять компания ООО «Ипульс». В части нарушения схемы графика движения с 7 по 10, так не было выполнено ни одного рейса, составлены соответствующие акты. Министерством транспорта и дорожного хозяйства нам предложено аннулировать свидетельство. Мы сейчас находимся в стадии прекращения данного перевозчика. На встрече присутствовали представители компании «Техномир», попавшие в «желтую зону». Как оказалось, они уже успели провести работу над ошибками. А остальным четырем транспортным компаниям, попавшим в «красную зону», Андрей Иванов поручил 1 декабря навести порядок в сфере пассажирских перевозок. Иначе их место займут другие компании с хорошей репутацией. Если нужна какая-то наша помощь и поддержка, вы дайте сигнал. Но если и после этого ничего не изменится, тогда кто не спрятался, мы не виноваты. Мила Тросевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».